На пресс-конференции, темой которой стали планы по борьбе с коронавирусом, обсудили вакцинацию детей, беременных и кормящих женщин. Пустят ли в роддом не получивших прививку роженицы и готовы ли их школы области к предстоящей компании? Разъясним в сюжете. Вакцина Pfizer, первая, которая была одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Именно ее будут использовать для иммунизации детей, беременных и кормящих женщин в Восточном Казахстане. В настоящее время в область поставлено более 35 тысяч доз. Из них половина поступила в город Семей, другая половина – в Усть-Каменогорск. На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области с диагнозом COVID-19 госпитализировано 14 детей в состоянии средней степени тяжести. Специалисты отмечают, что для предотвращения распространения опасного вируса следует приступить к вакцинации школьников. Более того, со слов экспертов, учебные заведения полностью готовы к предстоящей компании. С учетом среднего, мы убрали противопоказания, там есть 81 800 мы запланировали детей по плану вакцинации. То есть это дети в возрасте от 12 до 18 лет, ну исключительно. 18 уже в другой категории. Поэтому на сегодняшний день, как уже было сказано, порядка 2000 мы уже получили согласие. Мы думаем, что мы планомерно будем проводить эту работу, но и все равно мы будем вакцинировать детей только с информированным согласием родителей. Сегодня в области функционируют 644 школы и 82 колледжа. А общее количество подростков, подлежащих вакцинации, превышает 81 тысячу. Сейчас в учебных заведениях проводят активную информационную работу с педагогами, родителями и детьми. Ведь понимание необходимости происходящего должно присутствовать в каждом из звеньев образовательного процесса. То есть каждый участник образовательного процесса на своем уровне проводит эту работу. То есть органы образования работают с педагогами, педагоги работают с родителями и с детьми. И сами прекрасно понимаете, что никто как педагог ребенку не донесет доходчивой информации. В первую очередь в своей работе мы делаем акцент на разъяснении важности и необходимости сохранения своего здоровья. Именно для этого проводится вакцинация. Об этом говорится детям, об этом говорится родителям. Выступающие на пресс-конференции подчеркнули, что вакцинация носит строго добровольный характер. И получение информированного согласия от родителей – обязательное условие. Следует отметить, что каждый родитель имеет право присутствовать рядом с ребенком непосредственно в момент получения им вакцины. А также до и после получения прививки с детьми будут работать психологи. Почему взяли 16-18 лет? Это дети уже, которые более-менее психологически сформированные люди. А те дети, которые помладше, у них есть все-таки психогенные реакции. С ними будет работать психолог. Но это психогенные – это чувство страха перед вакцинацией. Есть же боязнь уколов. В этом плане будут отрабатываться психологи. А так родителям никто не запрещает присутствовать. Также в ходе пресс-конференции опровергли слухи, согласно которым беременных без прививки могли не пустить в роддом. Охрана здоровья матери и ребенка для нас первостепенно. Все будущие мамы получат необходимый комплекс услуг, независимо от наличия у них прививки. Такой ответ прозвучал от специалистов. Также известно, что документ о согласии на получение вакцины уже подали более тысячи беременных женщин и более полутора тысяч кормящих матерей. Карина Мурадова, Алтаекпарад.